В эфире выпуск новостей. В студии Наталья Стофеева. Здравствуйте. В Одесскую инфекционную больницу за сутки доставлены 26 человек с подозрением на коронавирус. Еще 124 пациента ожидают результатов анализов из вирусологической лаборатории. Там проводится тестирование на грипп, ОРВИ и коронавирус. В стационаре инфекционной больницы проходит лечение 35 человек. По данным Одесского областного лабораторного центра, COVID-19 на вечер 2 апреля подтвержден у 15 жителей Одесского региона. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине превысило 800. За сутки оно увеличилось на 135. 20 человек умерли, 13 уже выздоровели. Суточный рост числа больных 1 апреля стал крупнейшим с начала эпидемии. Большой скачок зафиксировали в Черновицкой области 39 новых случаев и в Киеве 26 новых случаев. В Одессе создан экспертный совет по вопросам снижения риска инфицирования и предупреждения распространения острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. В состав совета вошли профильные специалисты высокого уровня, заявляют в горсовете. Это фокус-группа, чьи предложения значительно повысят эффективность работы в борьбе с распространением и лечением коронавируса. Ключевым аспектом в борьбе с распространением коронавируса является опыт профильных специалистов, говорит одесский городской голова Геннадий Труханов. 24 на 7 мы находимся на связи с городскими медиками. Проверяем больницы, их укомплектованность, обеспечение персонала средствами защиты и дезинфекции. Комиссия ТЭП работает на полную мощность. Сегодня мы контролируем каждый аспект борьбы с распространением коронавируса в Одессе. Но ключевым звеном в этой цепочке должны быть люди, для которых борьба с эпидемией – это профессия. Сегодня я встретился с медицинскими работниками, которые задают вектор в системе здравоохранения в период пандемии. Мы включим данных специалистов в состав комиссии ТЭП и НС и будем придерживаться их рекомендаций, чтобы наша работа была еще более эффективной и слаженной. В Одессе проводится подготовка к проведению на дому тестирования пациентов с подозрением на коронавирус. На базе городской неотложной медицинской помощи сформировано уже три бригады. Медики будут выезжать на специально выделенных для службы автомобилях «ФИАТ», которые проходят тщательную дезобработку. Специалисты и водители получат надбавку к зарплате. Решение о необходимости такого тестирования будет принимать оператор горячей линии 1550 Центра неотложной медицинской помощи или семейный врач. О работе семейных амбулаторий в период карантина после новостей в программе «Тема дня» рассказывает директор Центра первичной медико-санитарной помощи номер 3 Елена Колоденко. Мы видим статистику, которая была в других странах. И на сегодняшний день это почти 80% коронавирусной инфекции, которая протекает в легком состоянии. Часто люди переносятся, как мы это говорим, на ногах або среднего ступенью тяжкостей, и пациенты не потребуют госпиталізації в стационаре. И саме такие випадки может взять на себя семейный врач и такого пациента вести амбулаторно в телефонном режиме. Но если у пациента легкая форма, но вы знаете, что у него есть в анамнезе, або сердцевая недостатность, або нерковая, что-то важное, что мы знаем, что диабет, что может вызвать проблемы. Как вы будете принимать решение в таком случае? Ну, уже сегодня наши семейные лекарь обзвонят своих пациентов, особенно пациентов из группы риска, то есть те пациенты, которые имеют хронические заболевания. Перш за все, это цукровый диабет, артериальная гипертензия, бронхиальная астма або другие хронические заболевания. И мы общаемся с нашими пациентами, мы рассказываем, что делать в случае возникновения каких-то незрозумительных для них симптомов, або появления ознака острого респираторного заболевания. И что делать в каждом случае. Кабинет министров Украины одобрил повышение пенсионных выплат украинцам старше 80 лет на 500 гривен в месяц. А также выплату единовременного пособия в 1 тысячу гривен пенсионерам, пенсии которых меньше 5 тысяч. Дополнительные 500 гривен пенсионеры старше 80 лет должны получить уже с апреля. Индексация обязательно будет по состоянию на май месяц. Мы ее будем делать в конце апреля. И уже с выплатами майскими наши пенсионеры получат размер повышения пенсии с учетом индексации. Тысяча будет выплачена ориентировочно числа 14 апреля, как будет внесено изменение в бюджет. И 500 гривен мы отрабатываем и думаем с 7 числа апреля месяца мы уже начнем выплачивать эти суммы. Эти суммы будут платиться вместе с пенсиями. То есть те граждане, которые получают пенсию на почтовом отделении, будут получать эту доплату на почтовом, а те, которые в банке, через банки. Кроме того, Верховная Рада приняла закон о 300-процентной доплате к зарплате медиков, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. Закон вступит в силу в течение следующей недели. Оклады повысят и работникам скорой помощи. Как сообщил министр здравоохранения, фельдшеры и водители скорой, так же, как и врачи, получат соответствующие надбавки. Дополнительные надбавки на период карантина получат и работники сферы социальной защиты. Плюс 100% от своего оклада. Также будут защищены переселенцы. На период карантина, а также в течение 30 дней после его окончания, запрещены все проверки места жительства или пребывания внутренне перемещенных лиц при назначении или возобновлении социальных выплат. Масштабный пожар произошел накануне в Нижнеднестровском национальном природном парке. Вблизи автодороги Одесса-Рени горела сухая трава. Люди не пострадали. В связи с отсутствием подъездных путей спасатели не могли добраться к очагу возгорания. Поэтому огонь ликвидировали на доступных участках и вдоль автодороги. Пожар успел распространиться на площади 10 гектаров. Вероятная причина возгорания – поджог. На границе с Молдовой правоохранителя обнаружили трубопровод для нелегальной перекачки спиртом. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы. При помощи трубопровода злоумышленники незаконно перекачивали спирт из Молдавского Приднестровья в украинские гучурганы. С целью дальнейшего изготовления из него контрафактных алкогольных напитков. Правоохранители изъяли 300-метровую трубу и 33 литра спирта. Ведется досудебное расследование. Виновным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. В Суворовском районе наркоман нападал на охранников стоянки. Один из них убит. В одном из гаражных кооперативов злоумышленник ударил 65-летнего охранника кирпичом по голове и ножом в сердце. Мужчина умер. Затем он пошел к гаражам на соседней улице и тоже напал с ножом на 60-летнего мужчину-охранника. Пострадавший получил ножевое ранение в шею, но успел нажать на тревожную кнопку. На место прибыли сотрудники полиции и задержали нападавшего. Открыто уголовное производство по двум статьям. Умышленное убийство и покушение на убийство. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня для многих жителей Одессы, как и страны в целом, жизнь в условиях карантина без наличия интернета практически невозможна. Для одних это удаленная работа, для других – возможность общения с друзьями и близкими, просмотр программ и фильмов, переписка, поиск полезной информации. Для того, чтобы жители города не оказались в информационной изоляции, Одесская телекоммуникационная компания ТНЭТ продолжает работать в условиях карантина. С учетом того, что компания ТНЭТ является объектом критической инфраструктуры, естественно, мы продолжаем нормальную работу. Абонентские отделы нашей компании открыты во всех филиалах. Мы продолжаем заключать договора с новыми абонентами, продолжаем их обслуживать, существующие абоненты принимать платежи. Все сотрудники офиса работают в масках, а в помещениях регулярно проводится дезинфекция, подчеркивает Александр Коршак. Персоналу выданы маски, происходит постоянная уборка помещений. Все предметы или вещи, с которыми происходит контакт абонента, они в обязательном порядке и периодично дезинфицируются с помощью специальных средств. Работа служб, которая занимается подключением и обслуживанием абонентов, она также производится в штатном режиме. Все монтажные службы обеспечены необходимыми средствами защиты, имеется в виду маски, бахилы, а также перчатки. Платежные терминалы, установленные в абонентском отделе, дезинфицируют после каждого клиента. Мы ограничили прием наличности по понятным причинам. И сегодня оплатить услуги, если вы даже пришли к нам в офис, можно через специально установленные в офисе платежные терминалы, которые, кстати, не берут за это комиссии. Эти терминалы постоянно обрабатываются и дезинфицируются после каждого клиента. Впрочем, для получения услуг не обязательно идти в офис компании. Их можно заказать дистанционно, напоминают в Тенете. У нас изначально была построена система таким образом, что большинство услуг, которые предоставляет компания Тенет, их заказать можно дистанционно, не обращая. Дистанционно можно оформить и заявку на подключение. Причем это также не карантинная услуга, уточняют в телекоммуникационной компании Тенет. Совершенно не нужно приезжать в абонентский офис для того, чтобы оформить подключение. Потому что процесс дистанционного оформления налажен еще давным-давно. Организовано подключение, организовать подключение как в телефонном режиме, так и через сайт компании Тенет. Чтобы оформить заявку на выезд специалиста, неважно, это ремонт или какие-то работы, которые нужно произвести у абонента по настройке оборудования, все это тоже оформляется дистанционно. Либо по телефону, либо обращение с сайта, либо через социальные сети. Алгоритм для получения новых продуктов или внесения изменений все тот же напоминают специалисты через личный кабинет абонента. Через свой личный кабинет наши абоненты могут изменить себе тарифный план, добавить какие-то дополнительные услуги. Те, кто не имеют доступ в личный кабинет, могут просто позвонить в наш колл-центр, контакт-центр и подобные вопросы решить в телефонном режиме. Посещение абонентского отдела необходимо только в исключительных случаях, отмечает Александр Коршак. Мы сократили количество этих случаев для посещения офисов, максимально сократили. Может быть, в случае возврата арендного оборудования, тогда нужно будет подойти и подписать соответствующие документы. И еще может понадобиться подъехать нерезидентам Украины, у кого нет украинского гражданства и паспорта. Вот для них придется процедуру оформления проходить непосредственно в абонентском отделении. Для тех, кто только сейчас решил стать абонентом компании ТНЭТ, необходимо предоставить стандартный пакет документов. И опять же сделать это в онлайн-режиме. В случае с дистанционным оформлением, то тогда эти данные, данные паспорта вбиваются в соответствующие формы и передаются уже нам в зашифрованном виде. Договор является договором публичной оферты, и, соответственно, он выложен на сайте, и с ним можно всегда ознакомиться и посмотреть, что там написано. В условиях карантина время работы абонентских отделов сократилось на час. Но это не коснулось работы колл-центров и службы техподдержки, подчеркивает Александр Коршак. В будние дни абонентские отделения работают с 9 до 18, в субботу с 10 до 17, в воскресенье, как и ранее выходной. Это касается исключительно приема людей, абонентов, да. Но что касается колл-центра, то он работает в прежнем режиме, с 8 до 11 работает группа продаж, которые принимают звонки, по которым можно, собственно, заключить, оформить подключение. А техническая поддержка работает в штатном режиме 24 на 7. Компания ТНЭТ входит в топ-10 телекоммуникационных компаний страны. Она является крупнейшей в Одесском регионе. А в дни карантина обеспечение пользователей бесперебойным скоростным интернетом – это стратегическая задача, над решением которой работает весь коллектив ТНЭТа. У берегов Греции на якоре стоит паром. На его борту около двух десятков заболевших коронавирусом. Всего на судне более 380 человек. Это граждане разных стран, в их числе около 80 украинцев. Среди них есть и одесситы. Паром принадлежит греческой судоходной компании. 7 марта он отправился в Испанию, но власти отказали ему в швартовке из-за карантина. Судну пришлось вернуться в греческий порт в ожидании дальнейших инструкций. Всего на судне было около 383 человека. Судно не было в прямом смысле круизным лайнером. Оно было зафрактовано турецкой компанией для того, чтобы взять часть персонала оборудования и на верфи в Испании провести ремонт своего второго лайнера. Пока собирали груз, собирался экипаж. Испания закрыла из-за ситуации с коронавирусом порты. Судно было вынуждено вернуться и встать на рейде у порта Пирей. Точное число украинцев, находящихся на борту, неизвестно. Информации о состоянии их здоровья также нет, говорит Андрей Шевченко. Украинцы там по разной информации, к сожалению, мы контактируем с родственниками. Связи с судном два дня сейчас у нас нет. По разной информации, там сначала появилась информация, что 30, сейчас уточнили около 80 человек украинцев. По состоянию на вчера заболевших среди них не было. По первой информации, которую делили с родственниками моряков, компания весьма дозировала информацию, если можно так назвать, ее полное отсутствие. То есть даже те, кто находился на борту судна, не представляли и не имели информации о том, что происходит, почему, что там с другими членами экипажа. По словам родственников моряков, на судне почти нет средств защиты и дезинфекции. Во время того, как начала развиваться эта ситуация, родственники рассказывали информацию о том, что, кроме того, что информации не было вообще о том, что происходит, средства защиты, которые выдавали, то есть они явно не соответствовали ситуации, о том, что рядовые получили санитарзию для обработки рук, масок не выдали. И что в данной ситуации, конечно же, является недопустимым. Благотворительная организация АСОЛЬ направила запросы в МИД. Более подробная информация о состоянии здоровья наших моряков ожидается в течение суток. Даже карантин не останавливает одесситов от своеобразного паломничества к танкеру «Дельфи», который находится на пляже «Дельфин» с 21 ноября прошлого года. Как убедились наши корреспонденты, люди продолжают приходить к морю, чтобы сделать селфи на фоне затонувшего судна и просто прогуляться по побережью. Берег моря, несмотря на карантин, притягивает одесситов разных возрастов. Самым популярным пляжем нынешнего нетуристического сезона стал «Дельфин», где уже больше четырех месяцев находится затонувший танкер «Дельфи». Владелец судна до сих пор не предпринял никаких действий для того, чтобы убрать судно с одесского пляжа. Это дело под личный контроль взяла генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она заявила, что прокуратурой будут приняты все законные меры, которые обеспечат возмещение расходов по устранению последствий аварии и загрязнения моря за счет судовладельца. Немало одесситов выходят гулять к морю, занимаются физкультурой на спортплощадках. По мнению горожан, сегодня это при соблюдении определенных мер безопасно. Ну, на воздухе не надо маски. Если в транспорт или в магазин заходишь, маска вот с собой всегда. А на воздухе мы вдвоем, мы никому не подходим близко. А я пошила. Купить, но на нашу пенсию не раскупишься масок. А пошила, стираю, глажу горячим утюжком. Все в порядке. Стараемся соблюдать, но как бы все равно дома сидеть, сами понимаете. Раз в день выходим на прогулку. Иммунитет повышаем, правильным питанием, употреблением имбиря, лимона, лука, чеснока. Иногда 50 грамм вина в ужин, под ужин. Ну, вот так, хороший сон и позитивный настрой. А маски почему не носите? Ну, одеваю. Одеваю только тогда, когда нахожусь в местах массового скопления людей. Ну, я хожу каждый день, мне нужно ходить. А куда нужно? Ну, давление, я когда пройдусь, я к морю на расстоянии всех иду. И маски. Так, снимаю маску, когда никого нет нигде. Наши собеседники говорят, стараются повышать иммунитет различными народными средствами. Имбирь, лимон, хлорофилл, много чего можно. А сейчас здесь гуляете? Ну, да, да. А не боитесь заразиться? Здесь, я думаю, нет. Думаете, безопасное место? Ну, сказать безопасное, я сейчас думаю, что нету очага сильного в Одессе. Поэтому, да, пока безопасно. Потом, когда будет... Ну, опять же, чтобы не было этого очага, надо тех, кто приезжает, карантин и так далее. А средства индивидуальной защиты носите? Ну, маска есть, да. Одеваю, когда в людные места захожу. Имбирь, лимон. Да, на этом достаточно. Горячий чай с лимоном, с медом. Достаточно. Больше не нужно. А не боитесь заразиться вот на улице? Нет, не боюсь. Почему? Ну, наверное, иммунитет есть. Наверное, только поэтому. А маски носите, нет? Нет, не ношу, но, наверное, надо. Но не здесь. В других местах, наверняка там, где есть скопление людей. Мой сын играет в Черноморсы. И тренер нам сам дал индивидуальные занятия. Ну, мы ближе к людям не приближаемся. Мы стараемся сторониться, бегаем по пляжу, приседаем, кувыркаемся, делаем пробежки. В общем, занимаемся. А средства индивидуальной защиты носите? Ну, как вам сказать. Носим только при посещении магазинов. В то же время врачи предупреждают. Каждый выход за пределы квартиры – это определенный риск. Ведь инфицирование может произойти на лестничной площадке, в лифте, в парадной, при встрече с прохожими. Поэтому лучше время карантина провести дома. Если в будние дни отдыхающих на побережье немного, то в выходные, как показал минувший уикенд, жители города забывают о карантине и устремляются на прибрежные склоны просто погулять компаниями или устроить пикник. С 3 апреля пресекать нарушения будут патрульные полицейские. Принято решение. С 3 апреля начинают работать вместе экипажей. Это патрульные, это рятувальники, это муниципальная служба. Самые эти экипажи будут патрульовать в зоне моря, контролировать, а также проводить работу не только разъяснивально, а штрафы. Будут штрафы за порушения. Желающие пожарить шашлыки на природе должны помнить, что прибрежные склоны – не место для этого. Из-за разжигания огня грозит штраф до 17 тысяч гривен. Причем не только во время карантина. А после официального ужесточения карантина административное наказание будут применять и к его нарушителям. Детские площадки закрыты, кое-где огорожены. На всех вывешены объявления «гулять с детьми нельзя». Однако, судя по всему, далеко не все родители понимают, что подвергают опасности и себя, и своих детей. Врачи еще раз напоминают, время карантина – это не каникулы и не отпуск. Сейчас, к сожалению, мы можем видеть очень большое количество мам, которые гуляют на площадках со своими детьми. Уважаемые мамы, помните о том, что детская площадка сегодня небезопасна. Потому что, во-первых, кто-то из детей может быть переносчиком инфекции. Кто-то из мам, которые гуляют на детской площадке, тоже может быть переносчиком инфекции. Кроме того, дети, которые постоянно трогают качели, скамейки, другие предметы на детской площадке, эти предметы становятся тоже переносчиками инфекции. Поэтому, пожалуйста, очень прошу вас, максимально ограничьте пребывание на детских площадках. На некоторых детских площадках наши корреспонденты заметили ограждающие ленты. Однако ограждены далеко не все детские площадки. На многих нет даже табличек, предупреждающих об опасности. Для тех, кто до сих пор не осознал всей серьезности в ситуации с заболеванием COVID-19. Сотрудники медицинских учреждений Одессы получили возможность пользоваться услугами горэлектротранспорта вне очереди. Надо предъявить справку с места работы или специальный пропуск, и тогда медработник обязан пропустить в трамвае или троллейбус раньше других пассажиров. И это вся информация к данному часу. Спасибо за внимание. Выпуск продолжит прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Желаю хороших новостей и всего доброго. Продолжение следует...